всем привет вы на канале наша жизнь в америке не лайфить мой лайф сегодня мы снова в косто и перед тем как что-нибудь покупать мы пройдем посмотрим пару видов что можно купить кроме продуктов косто прошлый раз мы с вами смотрели какие можно купить телевизоры сколько стоит давайте сегодня зайдем вот в ряд с бытовой техникой с какой-то сорт техникой так ну вот первое что попало на глаза это акустическая система 5 1 вы можете посмотреть на ценнике 600 долларов вот такая bluetooth колоночка для того чтобы убрать с собой куда-нибудь куда вы выезжаете отдыхать на шашлыки там на пати на какое-то стоит 150 долларов bluetooth колонка под телевизор воз 220 долларов ресивер ямаха зависимости от количества каналов цена 450 490 долларов недорогая акустика visio это бюджетная акустика сегодня она на селе скидка 20 долларов комплект стоит 179 долларов комплект 51 принтеры и чпи струйные в смысле чернильные есть разные модели значит вот недорогой беспроводной тут будет сканер копир он может читать флешечку sd карту принципе у нас по моему даже точно такая модель здесь модель 78 а у нас 76 и своим пальцами конкурс только за 85 или 65 в общем это недорогой принтер который делает все что надо по дому сегодня он стоит 100 долларов скидка 65 долларов ну 105 вот в принципе вот это вот гнездо под флешечку нам никогда не понадобилось мы пять лет пользуемся никогда в нее не вставляли флешку нас принтер девственник можно сказать так ну вот можно купить вот такой вот большой не знаю чем он принципиально отличается он точно такой же струйный а здесь есть еще факс 119 долларов стоил 169 скидка 50 долларов так но это еще один такой вот этот уже отличить отличается тем что он лазерная не струйные не чернильные триста восемьдесят девять долларов значит здесь у нас тоже мульти устройство тут будет и принтер и сканер и копир факс не вижу факсом на нету ну в общем все что надо для дома все здесь есть и в принципе такая цена дела за для лазерного принтера достаточно приемлемая вот а дальше пошли компьютеры я не буду засчитывать спецификации вы все можете посмотреть вот здесь на ценнички и сравнить с тем что вы имеете или увидели в другом магазине в принципе вся техника которая стоит здесь в магазине продается на сайте постка и на сайте порой даже это все бывает стоит гораздо дешевле ну есть дополнительные скидки порядка двадцати пятидесяти долларов а следующий раз мы наверное посмотрим за какие деньги можно купить ноутбук вот сегодня еще хочу вам показать планшет samsung 9 7 диагональ вот его характеристики вот такой небольшой обзор техники а сейчас идем пройдемся по мясу и по колбасе автомобилистам наверно будет интересно вот такой приобрести гаджет это powerbank для старта автомобиля если у вас подсел аккумулятор то можно вот такой штукой его стартануть чтобы не бегать не искать кто вам прикурит машину вот так же от этого powerbank а можно заряжать через usb разъем type-c любые гаджеты то есть там телефон планшет все что угодно стоит такая игрушка сегодня 59 99 в этом же отделе техники можно купить вот такой вот модный удлинитель я бы сказал набор удлинителей сейчас я его вытащу и покажу поподробнее значит здесь будет вот два таких удлинителя длинных с usb разъемами и один ну как то можно сказать тройник который вставляется в розетку если покажу как это с обратной стороны то есть вот это вот ставится штука в розетке вот это вставляется в розетку и получаете тройник на 6 розеток 2 usb разъема спецификации все можете здесь посмотреть и два удлинителя и все это удовольствие стоит 28 долларов такой неплохой комплект нужно купить вот такие вот модные механические зубные щетки в этом покажу механические электрические ну в общем вот цена суть от этого не меняется факт что она сама зубы чистит я на них уже смотрю очень давно и все никак не могу заняться тем чтобы выбрать что-то и на чем-то остановиться поэтому вот покажу вам цены покажу что есть если кто-то пользуется расскажите ваши ощущения поделитесь опытом может это поможет нам определиться свое время у меня в беларуси еще когда-то лет 20 назад была какая-то или браун или philips вот ну как бы она мне нравилась а здесь все время не хватает время на то чтобы почитать в интернете определиться какая из них лучше какая более функционально и остановиться на чем-то можно купить вот такую машинку для стрижки волос кстати эта фирма очень известная в мире и продается очень во многих странах и по-моему даже в беларуси она есть битва philips сейчас еще вам щеточки немножко покажу есть прямо вот такой вот профессиональный комплект вот все что в него входит и цена на него 90 долларов или вот такой вот комплект счеток на него сегодня скидка 50 долларов скидка действует до 10 февраля если кто подскажет что хороший комплект придется бежать брать в отделе все для кухни можно купить вот такие какие-то гаджеты ну кто их как называет мульти комбайны измельчители вот такие на них цены но я скажу что просто не самый дешевый магазин в плане техники и поэтому надо всегда смотреть чтобы было желательно вот такая вот скидочка потому что в принципе всю эту технику можно конечно поискать в интернете и при желании возможно найти дешевле ну блендер за 199 долларов немножко сказочно дороговатое удовольствие честно говоря вот кофеварочка бюджетный вариант 29 99 не вижу почему нету цены вот на эту неспрессо она по-моему очень дорогая ну как очень дорогая она будет однозначно стоить в районе 200 долларов берем сегодня авокадо в костке цена 429 за 6 штучек в костка в разделе нямняшек можно купить вот такой это 10 десерт тирамису какой мы заберем шоколадный шоколадный чизы шоколадный 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 вот такой вот ценник вот за такую красоту это шесть вот таких вот стаканчиков мы наверно потом откроем и покажем как оно выглядит идем в отдел который холодильник температура в нем сегодня 35 с половиной градусов и сюда мы идем за молоком но 35 это по фаренгейту это очень низкая температура так значит сегодня мы берем сегодня мы берем вот такой вот 2 процента за 5 долларов 2 галлона опа и сегодня мы берем еще обезжиренное 3,99 тоже 2 галлона ну и вы видите в этом холодильнике стоит молоко какое хотите без лактозы с миндальным орехом ванильная соя цены это миндальная это ванила, соя и мел цельное молоко органик 2 галлона 10 долларов органик 1 процентное 1 процентное содержание жира 10 долларов ну вот эти вот бремиотики которые мы покупаем регулярно они у нас еще есть 7,49 упаковочка стоит йогурт активия 24 стаканчика 9 долларов какие-то творожные сорти йогуртные мы такие ни разу не покупали еще они чем-то похожи на глазированные батончики наверное белорусские купим попробуем 12,69 йогурты с низким жиром йогурт читаю по-английски и не переводится в русский сейчас мы традиционно после молока в отделе воды нам надо взять 4 упаковочки цена на воду не меняется 2,99 за упаковку из 40 пол-литровых бутылочек водичку закинули и прибыли в отдел холодильников сегодня мы берем вот такую смесь ты прямо залезла в холодильник стоит она 7,99 дай покажи что за смесь давай положим вот такая вот смесь овощей на картинке вы видите что здесь есть сейчас я вам покажу ее содержание как она готовится мы ее берем для? для риса я отвариваю рис эти овощи размораживаю, тушу потом все смешиваю и это гарнир получается дети очень любят да в общем для гарнира с рисом и с этими овощами мы берем для детей вот такие рыбные бургеры вот такая вот упаковочка в ней 3 лб это килограмм 360 грамм очень многие просили показывать вот эту вот табличку которая на обороте вот эти вот вы можете посмотреть как это все выглядит короче дети наши очень любят овощами с рисом и вот с этими бургерами и что характерно эти бургеры подорожали на 2 доллара это не характерно это удивительно удивительно да удивительно но факт в общем то это наверное вторая или третья цена которую мы видели чтобы сменилась в большую сторону за 5 лет которые мы живем в Калифорнии мы прибыли в молочный отдел и сегодня цепляем здесь сметанку дай показать ну ставь куда-нибудь сметанку и творог так сметана у нас стоит а сколько у нас стоит бесценная сметана зай 3,99 а творог 4,39 дай я посмотрю покажу для тех кто не видел наши более ранние влоги вот я показываю вот такая вот сметана она очень вкусная и похожа на советскую сметану в какой мы привыкли она очень густая в ней будет стоять ложка вот такой вот творожок он не жирный он похож на деревенский белорусский он будет как бы комочками катышками ну мы откроем баночку покажем вам потому что очень многие просят показывать вот этот вот состав что входит в продукт и как выглядит продукт на самом деле все это вам будем показывать двигаем дальше что-то сегодня нас патянуло на вкусности и в разделе шоколадных конфет мы покупаем вот такие вот бутылочки как я вам показал значит цена на них 4,97 но и мы должны быть честны и сказать что это очень смешанная цена и почему в общем эти бутылочки на новый год стоили я сейчас не вспомню но я вам напишу вот здесь на видео сколько они стоят короче это было где-то около 10 долларов да? да сегодня они стоят 4,97 объясняем почему потому что срок годности у них закончится в октябре в октябре 27-го числа этого года то есть как бы ну считай 10 месяцев 9 вот по такому случаю цепляем цепляем алкогольные бутылочки давайте я вам покажу по просьбам что в них есть и потом сделаем распаковку и распробование этой бутылочки вот тут даже написано как ее пить а то мы первое время неправильно открывали открывали с горлышко открывать надо оказывается с днища ну и двигаем дальше бутылочек 516 грамм с шоколадом походу получается номинальный объем алкогольной жидкости не более стакана поэтому мы подумали что тут пить на двоих и взяли вторую мы пришли в хлебный отдел сегодня традиционно мы цепляем нашу маленькую любимую питу из которой мы делаем пиццы она стоит 3,49 дай зайка я посмотрю на нее что в нее там что там можно показать ну вот такие вот питы мы делаем из них маленькие пиццы сейчас корзинку вам покажу как мне удобно показывать что в нее входит что в нее есть поставьте на паузу посмотрите по хлебу сегодня ничего не берем потому что хлеб у нас еще остался вот и поэтому двигаемся дальше ну вот мы закончили сегодня входка как-то была быстро и немного 90 долларов 51 цент вот идем на выход показываем как обычно черт и у нас продолжается дождилово нас заливает мы даже не знаем как нам двинуться в машину в этом году в этом году короче зима у нас по полной программе дождь уже третью неделю да в общем мы это наша получается пятая зима и она первая такая холодная и мокрая за все время что мы здесь прожили у нас никогда такого не было ну и как говорит наш знакомый друг это нормальное состояние это нормальная зима калифорнийская так оно бывает а мы думали что все время солнце все ребята на этом мы заканчиваем да я сейчас должен подогнать машину чтобы сразу прыгнуть с нее потому что дождь идет на этом мы наш репортаж из хвостки заканчиваем спасибо всем кто был с нами не забывайте подписаться поставить колокольчик чтобы не пропустить новые серии и до встречи в новом влоге в новых и до встречи в новых влогах бай бай и до встречи в новых встреч